Опаздываю я, что без меня уж начали Здравствуйте Здравствуйте, мой педагог по вокалу Елена Сергеевна И как певица Кода Лина Будьте со мной пожёстче сегодня за опоздание Да, конечно, отыграюсь Энергичный вдох, задержка Я уже чувствую Подняли кончики губ И плавненько так поет Подождите, она настроится? Вы сегодня такая строгая Лечь не поднимаем Ага, еще разочек, как грязь у нас Сейчас яйца примесаю У меня сейчас глазок уходит, верхний дат Есть, вот это он, я понимаю Ну диез, третий октавр Я уж всё плевала на себя, господи, мой Вы педагог по вокалу Опытный Сколько лет вы преподаете? Уже в районе 14 лет 14 лет? Да Преподаете? Вам просто не достало? Тупые ученики Нет, мне ученики всегда интересные Люди у меня разные, интересные Каждый человек, целый мир Поэтому в этом смысле Никогда не надоедает Даже если звуки бывают Как у меня Нет, у вас не самый худший вариант Правда Ну по-разному Потому что бывает с нуля Приходит человек взрослый Сложившийся, никогда не пел Поэтому и ожидать Мы ожидаем то, что Голос спит в зачаточном состоянии Что нужно, чтобы научиться хорошо петь? Первонаперво, на самом деле Желание Вот сейчас, наверное, многие сказали Вот там голос, слух Вот мой опыт показывает Сначала желание Потом подключается Голос, слух Но бывает так, что у человека Есть и голос, и слух А он как приходит И в принципе не понимает Зачем он пришел Ну от скуки Не знаю Потому что надо Потому что там, не знаю Все вокруг чем-то увлекаются Поэтому Желание Трудолюбие Терпение А должны быть какие-то природные Зачатки, задатки Да Вообще хотелось бы Допустим, если Мне причем легче работать Может быть даже голос, скажем Не слишком сильным Не слишком ярким Но нужен, чтобы был слух Вот когда у человека Слуха нет То есть он Ну не попадает в ноты Вот это очень сложно А бывает так, что вообще нет слуха? Бывает и такое Бывает, что До Р Ми Фа Не слышит человек Ну как бы Песни-то нет Нот нет Музыки нет И что надо делать? Как минимум Идти к учителю по сольфеджио Развивать слух Я обычно Если проблемы со слухом есть То все-таки Я отправляю К учителю по сольфеджио Голос должен быть Какой-то природный Врожденный? Или у всех есть голос? Ну есть просто понятие Разговорный голос А есть Певческий голос То есть разговорный То, как человек говорит Но это не значит Если он звуки произносит Что он будет хорошо петь Вот сейчас пользуясь случаем Пожалуйста Вот В наше время Все, кто, так сказать Имеют разговорный голос Считают, что Могут петь Вот я иногда так думаю Почему люди, которые пляшут На корпоративах и танцах Не думают, что они могут стать Ну, не знаю Балериной, например Ну, могут же танцевать То есть должен быть Певческий Все-таки должен быть Да Конечно, должен быть Певческий голос Конечно, наличие аппаратуры Сейчас позволяет Петь и с Такими, ну Слабыми, скажем Там, голосами Да, если мы все-таки говорим О перческом вокальном искусстве И тогда мы говорим Строго уже Что наличие должно быть Вокального голоса Хорошего Да, свои каноны То пусть оно и позволяет Все-таки наша аппаратура Современная Техника Автотюм Да Но лучше, конечно, иметь Потому что Вот, не знаю Моя любимая певица Уитни Хьюстон Вот у нее мощнейшая природа Например Мощнейшая Классно Ну она, да Такая природа А как понять Есть у нее такая природа Или нет Это вообще Это слышно Это слышно Но, да То есть у вас бывает Приходит ученик Вот он не занимался Но у него такой голос Просто вообще Да Бывают приходят Такие люди Которые никогда не пели Правда они, как правило Все-таки какой-то музыкой занимались На гитаре На пианино Гармошка И приходят Что Как сказать По самой фразировке Тому, как строят звуки Там строят фразы Слышно, что этот человек Неопытный вокалист Но сама природа Говорит, что Вот сейчас с ним поработаешь Он будет круто петь Да Да Но бывают И, кстати, знаете Такие необычные моменты Бывают Ко мне приходила девушка У нее был Слава И очень голос Пела Таким Фальцетным Таким режимом Таким Ну вот Фальцетный такой режим Тускло Мы научили ее петь грудью И достаточно быстро Она звучала Настолько по-другому В хорошем плане Да В общем Она стала в конкурсах участвовать И пусть она не первое место Занимать начала Но она начала занимать Призовые какие-то места Брать То есть вот такой эффект тоже был Это вот был трудоволик Вот От фальцета к груди перешли Она это нашла Поймала И очень здорово пошло Так Значит Упражнение делаем На артикуляцию Каждую согласно Должно быть и видно И слышно Ну нахер Повторяем Нет, нет Куда Куда ДБК 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 То есть да Губы расслаблены Но активные Ненапряженные Чтобы не было ДБК Вот этого ДБК не было ДБК Да я даже напряженная Пока произнести Это не могу сказать ДБГА ДБКО ДБКУ Да ДБКА ДБКО О ДБКУ О ДБКУ У У У У У У ДБКА О ДБКУ О ДБКУ О ДБКУ У У У У Бэй ДБКО ДБКО О ДБКУ О ДБКУ У 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 везде Пережли на этот голос Про куренная надежда Спать Цар 2 Зуб тон в курении Да Суб тономе поем ДБКО О ДБГО О ДБКУ У У У У У У У О кругленькие Гребные Круглые гласные ДБКО О ДБКУ О ДБКУ Три черты, которые необходимы, чтобы быть успешным в эстрадном вокале. Наличие интересного голоса, интересного тембра, какой-то тембра. А тембра – это природа? Тембра – это природа. Это зависит вообще из понятия певческие форманты. Чем больше отзвуков, призвуков, тем интереснее, насыщеннее голос. Поэтому нужен какой-то интересный голос. Чем-то он цепляет людей. По какой-то непонятной причине он цепляет. Во-вторых, нужна какая-то личная харизма. Если человек бывает холодным, он может обладать красивым, шикарным голосом и сильным, и красивым. Но он холоден, он не артист по себе. Он оставляет равнодушным такой человек. То есть вот наличие харизмы. И все-таки я скажу, что еще трудолюбие. Вот это то, что нужно не сдаваться перед трудностью. Потому что, на самом деле, если ты занимаешься серьезно вокальной деятельностью, то это непросто. Это долгие годы тренировок. Это непросто. Я прочувствую уже. Да. А это мы с вами только еще начали, в общем-то. То есть это мышцы, которые нужно тренировать? Это мышцы. Это все мышцы гортани. Да, у нас там все мышцы. Мы их не видим. Мы их вот… Сложность в чем. На шпагат ты хотя бы видишь ноги, куда они там тянутся. А тут ты звучишь, надо звуком управлять, а он не видим. А коньячок помогает петь? Говорит, а Гилера себе голос коньячком растягивала? Знаете что, коньячок помогает снять как-то с лишним напряжением. Петь, на самом деле, лучше ты не становишься. Более того, через быстрое время голос садится. То есть изначально этот эффект он дает, ты расслабился. Вот почему, кстати, расслабился здесь, расслабили здесь мышцы. Почему это так действует, да. И ты выходишь на кураже, уже не страшно. Мимо нот. Ну да, а ты же не слышишь, тебе хорошо. То есть на самом деле не стоит употреблять алкоголь перед пением. Корень зла, корень языка, в общем, кроется. Поэтому мы сейчас будем разминать корень языка. Нам надо будет сказать с выснутым языком, гуси гоготали на лугу. Гуси гоготали на лугу. Чтобы заработал корень языка. А мне надо его тряпочкой держать. Вот сейчас можно не держать. Гуси гоготали на лугу. Гуси гоготали на лугу. То есть г должно быть... ГОСЕ! 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 Гуси гоготали на лугу Я больше даже показала гуси Гуси гоготали на лугу 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 Да, возможно, и такое. Ну, не все заморачиваются, конечно, на это. Лучше иметь свой какой-то творческий репертуар. Это всегда интереснее. Ну, сейчас очень много разных исполнителей, и тех, кто сочиняет сам, тоже много. Сейчас просто ещё такая доступность вот этого всего стала. То, что в соцсети помогает людям увидеть друг друга, показать себя, других посмотреть. И поэтому видишь, как много исполнителей, в том числе, которые играют в прекрасном каком-нибудь инструменте, сочиняют в самой песне. То есть много таких. Очень хорошее упражнение. Муча, одна из самых любимых. Звук ощущается тут, тут. Всё будет? Тут. В моём случае. Вон там. Если получится, то да. А можно. Можешь их покачать? Тут и всё. Вот как раз. Вот туда завибрировало, куда им надо. Да, вот сюда. Вон там. Вон там. Вон там. Вон там. Субтитры сделал DimaTorzok Эффект Бузова, назовём это, да, повальное увлечение людей вокалом, имеет какие-то положительные стороны? Мой жизненопыт подсказывает, что практически в любой ситуации есть положительные стороны. Приток учеников, например, да, стало больше, то есть Бузова наша кормилица, кормилица, вот, потому что, да, все хотят. Знаете что, это же идея того, что человек выбился сам, правильно, поэтому она даёт надежду на то, что это достижимо, то, что мечты сбываются, и это достижимо, по сути, да. Вот, поэтому в этом, я думаю, есть плюс. Было бы круто, если бы она там через год запела бы, я не знаю, как минимум, ну, никакой-то не Хьюстон, ну, круто бы запела, и все такие, вау, можно научиться петь с нуля. Потому что пока её, как бы, какая мечта, соответственно, человек с небольшими вокальными способностями, с помощью автотюна и команды продюсеров, выбил всё, и с помощью своего трудолюбия, конечно, она молодец. Безусловно. Но, получается, не с помощью того, что она научилась петь? Ну, к сожалению, наш мир шоу-бизнеса, он таков. Многие думают, люди, что достаточно, не знаю, таланта, чтобы выбиться туда, и, как бы, получается, даже петь – это способ зарабатывать. Но, по большому счёту, всё сейчас не так. Сейчас многие поют те, кто добился какого-то финансового благополучия. Именно это позволяет им начать какую-то карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас очень всё поменялось. Какие вы песни пишете? Больше баллады или рок какие-то песни? Вы знаете, ну, у меня как-то очень по-разному получается. Ну, можно сказать даже в широком смысле, что это эстрады. Хотя и рок-баллады есть у меня, «Свет любви», например. Это типичная такая вот рок-баллады. Есть песни, которые больше вообще к жанру рок-мюзикла какого-то относятся. А можете какой-нибудь куплетик спеть? Из рок-мюзикла? Ну, что хотите. Живенько. Мы на грани, между нами, тоньше ткани, эти грани. Мы на грани, за дверями, и в молчании, лишь отчаянье мы на грани. Ну, вот как, да, припев одной моей песни, вот такой. «Грани» называется. Ну, у вас, кстати, похожий голос на какой-то, знаете, рок-певицу. Такое, что надрывное петь. Я просто разные жанры в своей жизни попробовала, поэтому по-всякому пела. И в рок-группах пела, и когда-то мечтала оперной певицы быть, чего только не было. А что-нибудь из оперы споёте? Это уже будет не очень хорошо, но... Только это должно быть выше. А из джаза. Так, с джаза. Какой-нибудь... Джаз красивый. А из блюза? Блюз. Когда была девчонкой совсем юной... А из попсы? Забирай меня скорей, увази засту, Марий, и целуй меня везде. Вот попсы я тоже спою, кстати. Да. Но всякая музыка на самом деле нужна. У всякой музыки есть свой слушатель. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Какого хрена вашу мать, это безумие, черт возьми! Вот пришел человек, вот, допустим, я. Сколько мне времени потребуется, чтобы петь песни эстрадной? Какой? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ну к вам заходят уже? Да, да, заходят. Это моя прекрасная ученица. Здравствуйте. Уже, наверное, два года занимаемся. Вы проходите, мы уже заканчиваем. А как вы, Елена Сергеевна, занимаетесь? Замечательно. Она стала не только преподавателем, но и лучшей подругой. Матерью я сейчас дам. Матерью отцом. Взаимопонимание. А сколько вы занимаетесь? Два года. И есть продвиги? Да, продвиги большие. Раньше я не могла даже в маршрутке сказать, передайте за проезд за меня. Мне ужасно не нравился свой голос. После этого, на самом деле уже с уверенностью, наверное, даже после первого месяца, я пришла и говорю, представляете, я сегодня сказала, остановите на остановке, но я все уверена. Остановите, Витя, надо выйти. Теперь она так останавливает. Все, мы заканчиваем. О чем мы говорим? Да, сколько времени? Вот мне. Вы имеете в виду как? Чтобы петь, остановите, Витя, надо выйти. Эстраду. Ой, хоть сейчас. Окей, чтобы петь песни, например, Дима и Билана. Ну, у него есть, да, такие песни посложнее. Сколько времени в среднем человеку? Вот смотрите, вообще в идеале первый год показывает какой-то хороший плодотворный результат. То есть, на самом деле, еще год и уже будет, да. Так-то учиться тут надо, вообще, мы всю жизнь учимся, по сути. Но вот именно, вот как вот из моей практики, многолетней, вот через год бывают действительно очень хорошие результаты. Если человек упорно занимается, систематически обязательно. А дома надо заниматься? На первых этапах нет, потому что человек не может сориентироваться, что у него. Он субъективно воспринимает свои звуки, которые звучат у него. Она спела, ему кажется, хорошо, а это не хорошо, он не управляет. Поэтому на первых этапах я никогда не говорю. Ну, чтобы заниматься потом, подключается, да, я, собственно говоря, записываю даже свои уроки, да, на YouTube я выкладывала. На YouTube я выкладывала. Да, это была изначальная помощь моим ученикам, чтобы они могли и дома продолжать. А вот по Skype заниматься, есть смысл? Мне кажется, это такая странная штука заниматься по Skype. Есть, вы знаете, и это и есть. Вот, например, есть такой уже пожилой преподаватель вокала, уже всемирно известный, Сет Рикс. Он распевал Майкл Джексона даже по телефону. Была запись у него такая, да, по телефону. То есть по Skype можно. Это несколько другая работа, но это можно. И репертуар проработать. Можно распеть человека, выяснить какие-то проблемы, обсудить его... Личную жизнь. Да, личная жизнь. Это, кстати, тоже нужно. На самом деле, между учеником и учителем должен быть обязательно какой-то вот этот контакт. Если ученик закрыт, он недоверчив. Это очень сложно будет преодолеть. То есть да и психология тоже. Абсолютно. Тем более, что, знаете, многие психологические проблемы отражаются на гортане нашей. Она зажимается. Если человек в стрессе находится всё время, это зажатая гортань обязательно. Поэтому приходится вот что со мной прорабатывается. Вот что со мной. Спасибо вам большое за интервью. Я вижу, что уже у вас пришла ученица. Да. Я не буду вас отвлекать. И мы с вами встретимся тогда через недельку, наверное. Да. Всё. Спасибо. До свидания. Всё. Фух. Спасибо большое. Фух. Надеюсь, я там слишком лишнего не наболтала.